еще раз хочу вернуться к ситуации с николаем вторым его предательстве россии если уж напрямую говорить и его мнимо убийстве как убийстве царской семьи начну с последнего во первых николай второй не был царем для россии и если кто-то в россии в том числе и после прихода большевиков задался бы целью убить царя то он бы не смог найти в россии ни одного царя за неимением таковых я долго на эту тему не мог получить вразумительного ответа от тех приверженцев убийства царя которые все время голосят об этом во всех эфирах я никак не могу понять почему они стоят живой изгородью защиту этого человека почему они до сих пор не выучат регалии своего любимого а николай второй по всем историческим документам был всего лишь навсего императором или целым императором кому как нравится регалия император и регалия царь это совершенно разные вещи если царь и николай второй был царем грузинским царем армянским царем польским и так далее если регалия царь имеет какое-то местное значение для покорения какого-то местного народа либо как приверженцы как выходцы из этого народа потому что сегодня никто точно не знает ничего об этой регалии то император однозначно регалия относится только к покорителю какого-либо народа это видно из ситуации которая была с итальянской такой мафиозной структурой которая примерно где-то в тридцать седьмом тридцать восьмом году я сейчас просто не помню точнее завоевала эфиопию так называемый центр христианство и после этого завоевания италия стала на короткий срок империи то есть для того чтобы страна стала империей она должна завоевать какую-то часть мира туда отправить своего представителя то есть своего так скажем царя и вот для той части он станет императором еще один пример по императорству елизавета вторая сегодняшняя королева англии у себя является королевой то есть царица это одно и то же а в индии она до момента ухода оттуда она являлась императрицей поэтому когда мы разбираем ситуацию вокруг николая второго и всего этого выродкового семейства его то получается очень интересная штука на российской территории на русской территории он почему-то был императором и вся эта тягамутина с императорством протянулась еще со времен петра первого проблема в том что император для той земли на которой он императорствует ни при каких условиях не является родным царем и у нас в россии было то же самое императорский дом гагенцолернов габсбургов и все возможные фамилии которые вы все прекрасно знаете я просто для укорачивания вот этих произносимых слов и титулов будут называть гагенцолерными так это будет как бы особенно противно и мне произносить и вам слушать чтобы это лучше как-то вбивалось в нашу независимую голову так вот гагенцолерны завоевали россию и стали в ней императорами то есть представителями завоевавший россию власти и когда мы изучали свою историю мы никак не можем понять почему в один момент называемый прекрасный в кавычках вдруг у нас повсеместно в россии появилось так называемое немецкое руководство откуда взялись немцы на нашей территории почему вдруг наша российская история ничего об этом не говорит кроме того что где-то кто-то на ком-то женился и после этого вдруг россия перешла из статуса царской перешла статус императорской то есть представляете сейчас например владимир владимирович наш царь условный женится например на дочке елизаветы второй или на племянница что по возрасту нормально подходила и вдруг после этой свадьбы россия из независимой россии из независимой республики превращается в императорскую россию снова чтобы это значило а вот это и значит что династийными браками в том числе я повторяю в том числе государство можно завоевать но я уверен что в истории россии была какая-то другая чудная ситуация почему я так уверен потому что до красной революции 1917 года никаких романовых в россии не было спорить можно по этому факту бесконечное количество лет приверженцы так называемого царя по-настоящему императора николая второго все равно никогда не встанут на эту позицию потому что у них глаза залиты каким-то раствором по виду напоминающим водку а на самом деле являющимся мочой они писаются от радости того что над ними становится заморский император это сегодняшняя такая же болезнь у нас идет когда привлекают и призывают всевозможных навальных бушей обам и тому подобных ангелов меркель которые там у них уму-разуму научились и приезжает сюда учить такому же уму-разуму нас в результате после таких приезжих россии всегда падает лицом в дерьмо таких уже случаев было очень много в том числе и приезд так называемого ленина который устроил на немецкие деньги здесь революцию перед этим перед революцией он десять лет не появлялся в нашей стране о судьбе которой он так сильно заботился да и был ли вообще владимир ленин а то может быть мы его все-таки знали как николай ленин это было ближе к тому времени кругом же были одни николай и николай второй был и николай ульянов ленин был смотрите сколько всех этих источников сохранилось где николая ленина зовут николаем а николая второго зовут георгем пятым действительно такие свидетельства и еще сохранились не все еще зачистил и в этой ситуации я хочу ваше обратить внимание специально и сильнее на то что любая оккупация будь она названа императорской она все равно является оккупацией посмотрите наши старые даже фильмы даже полотна даже рассказы даже наше представление когда художники описывали зарисовывали или представляли когда архитекторы демонстрировали и когда археологи добывали из земли остатки того прошлого которое было до петра первого посмотрите какая была великолепная русь я вам предлагаю смотреть не на этих самых императоров которые все золото с нашей русской земли собирали и ляпали себе на кафтаны я предлагаю вам посмотреть на тех русских людей от которых остались те самые остатки одежды остатки быта той самой эпохи посмотреть хотя бы такие фильмы как Иван Васильевич меняет профессию и вы увидите что там режиссеры все-таки недалеко отходят от канвы настоящей истории по крайней мере они не могут переодеть всех служащих того времени в какие-то другие одежды они придерживаются канвы так вот посмотрите как были одеты различные стрельцы различные горожане различные женщины мужчины посмотрите как они были одеты до петра первого и посмотрите что получилось от немцев посмотрите вы просто поглядите когда вот эти фотографии уже появились в девятнадцатом веке тогда уже вылезла вся вот эта нищета деревенская когда нам показывают всевозможные эти горские это называю фамилию так называемого первого фотографа который приехал опять же с ближнего востока как будто здесь медом намазано и начал всякое дерьмо у нас здесь фотографировать чтобы именно она чтобы его дерьмовые фотографии вошли в историю Руси как олицетворение как фиксация нашего народного быта на самом деле ничего подобного не было и археология об этом как раз и говорит наши женщины всегда украшались лучшим наилучшим образом по сравнению со всеми остальными округами и если сегодня нам демонстрируют китайских самок женщин что они ходят в одетые в шелка и всевозможные древние шелковые костюмы на самом деле это неправильно и неправда потому что археологически засвидетельствовали самые ранние находки шелка на русской и на немецкой на германской территории шестой век до нашей эры я об этом писал в своей книге русский китай экспорт цивилизации и естественно опирался на реальные факты обнаружения ископаемого шелка археологического шелка эти все факты есть хотите ссылку посмотрите в книги она там приведена и все эти расписывания обнаружение различных украшений и шелков все там есть причем шестой век до нашей эры это четыре века до официального обнаружения открытия великого шелкового пути то есть шок был местным и в те же времена в испании опять же по историческим данным шок получали из руси и называли этот материал не шоком а русской тканью это опять же не квасной патриотизм это констатация реальных археологических находок и такие археологические находки по всему миру больше неизвестно нет есть только у нас вы представляете в волкском территориальном вот этом окружении то есть где ака река москва и вот эти все другие притоки почти в каждом захоронении железного века и раннего средневековья то есть это середина первого тысячелетия до нашей эры середина первого тысячелетия нашей эры вот в это время захоронение почти во всех захоронениях сохранились у женщин обязательно вставочки даже у самых бедных женщин вставочки из шелка то есть этот шелк был в то время распространён здесь на руси практически повсеместно стопроцентно каждая женщина украшала себя шелковой тканью конечно говорить о более массовом использовании сложно потому что шелковые ткани это все-таки ткани и они не всегда доходят до нас каком-то своем остатке в то же время уже в первом тысячелетии нашей эры в той же самой выдуманной полностью выдуманы византии шелк был на вес золота поставлялся с наших территорий поставлялся он сначала с наших территорий был на вес золота и пользоваться им могли только высшие особы византии то есть цари и императоры а всем остальным категорически запрещалось не то что его использовать а даже им торговать вот какой было отношение шелку у нас то есть это был народный материал и за рубежом это был царский материал это говорит о богатстве территории также о богатстве территории говорит ситуация с дирхемами я ее описал своей книги посвященные берестяным грамотам но до меня эту же ситуацию описал академик я залезняк они по-разному подошли к дешифровке и анализу берестяных грамот но факт один общий у них получился первое что уже в десятом веке все население руси все абсолютно все было стопроцентно грамотно академик залезняк академик ран он выступал с этими лекциями несколько раз по открытому телевидению по открытым различным источникам и эти лекции есть естественно в интернете можете найти и академик ягин тоже хорошо вам известный он руководил много лет кафедрой археологии мгу он тоже писал об этом же и плюс еще о ситуации с дирхемами и с деньгами в нашей же с вами руси в центре наших с вами событий ситуация была вот какая это по его данным и я их подтверждаю с точки зрения анализа берестяных грамот я тоже это все увидел в этих берестяных грамотах ситуация была вот какая окский регион опять же это кольцо ака москва между ними прилегающие области какие-то все везде было завалено ладами древних времен завалено эти клады начали отыскивать с девятнадцатого века искали весь девятнадцатый весь двадцатый век нашли огромное количество и у кладоискателей есть соответствующие книги фолианты в которых указаны все клады и поименовано где что в каком кладе было найдено так вот обнаружены были монеты серебряные которые ошибочно называют дирхемами на арабский лад потому что никаких арабов тогда не существовало и дело в том что эти серебряные монеты существовали только на нашей территории только и русь торговала этими монетами только на северо-западе с прибалтами на юго-западе с другими какими-то племенами и на востоке с племенами по волжье и все вот еще на юге была хазария которая тоже выпускала свои поддельные как сегодня установлено эти самые дирхемы серебряные монеты и на этом вот в этом пятачке вся эта серебряная торговля оказывается была замкнута при этом историки полагают что все эти дирхемы изготавливались в арабских странах которых тогда еще не было полагают они из-за того что на всех этих дирхемах есть арабская вязь на мой взгляд она говорит только о том что эти монеты возможно принадлежат другим временам например 19 веку или 18 когда и пошли арабские языки и тому подобное но если брать официальную историю которая говорит что этим монетам от 6 до 10 века идет изготовление время изготовления то тогда просто никаких других народов не было и это были не письмена арабские а какой-то например условно жреческий язык определенной какой-то касты которая делала эти самые деньги а потом уже когда пришли арабы и появилось арабство то тогда уже арабы и заимствовали этот денежный язык у тех самых жрецов но это дело уже сегодняшнему монологу она отношения не имеет я хотел вам этим анализом небольшим показать что уже в десятом веке в шестом в восьмом веке нашей эры если брать официальную хронологию то уже в это время наши территории были густо заселены богатыми людьми богатыми и если сюда ко всем этим материальным доказательством добавить еще количество археологических памятников а у нас выпущено институтом археологии только в за советский период еще раз говорю за советский потому что этот дремучий рефовский период когда здесь пришли дикари и настроили своих порядков так вот за советский период выпущено от центральной россии 50 томов археологической карты это такое издание где просто перечисляются археологические памятники и памятников раннего железного века и средневековья примерно от трех до пяти тысяч единиц которые поименованы вот именно в этом справочнике в официальном ни одной страны в мире больше нет которые во первых выпустила бы такой справочник во вторых заимела такое бы количество археологических памятников для названного периода если мы берем условный какой-то шумер там всего два десятка памятников на которых ковыряются сегодняшние археологи и пытается из пальцев высосать какую-то древнюю историю если берем древний египет там максимуму 30 памятников для всего времени за исключением одиноко стоящих зданий конечно их памятниками не всегда правильно называть и там тоже копается и ковыряется пытаясь высосать древнюю историю которой никогда и не было и вот вы представляете на все это богатство наше которое всегда было и всегда изобиловала в нашей земле вдруг пришли эти немецкие императоры которые здесь не то что порядок довели они просто как пиявки присосались к нашей родине и начали выкачивать из нее все что могли делали и поступали точно так же как сегодня это делается потому что у нас сегодня у руля нашей эрефии стоят только немцы вы посмотрите только немцы даже того же путина привезли из германии нам парит конечно что он там служил в каком-то подразделении подразделение раньше на первых днях говорили в каком-то подразделение разведки а сегодня говорят что в каком-то военном клубе выдавал инструмент для музыцирования и уверяю вас каждый год или каждые десять лет это версии будет меняться чтобы в результате ни у кого не сложилось правильной версии происхождения нашего президента а факт остается фактом все у него там друзья меркель подруга еще там друзья и на свадьбе он там ездить туда в германию на свадьбах как петрушка присутствует позоре нашу страну тем что он разменивает свой президентский высокопоставленные российские уровень на какую-то деревенскую свадьбу своих каких-то левых друзей и с другой стороны откуда все эти друзья если он клубом заведовал то в этом клубе даже если допустить были какие-то сходки стычки мальчиков и девочек молодых это не значит что друзья остались навсегда да почпокались но дружбы как таковое с малолетства они вряд ли бы сохранили а вот если это были забеги и заплывы под эгидой какой-то службы какой-то монархии то это другая песня не исключено что и путин был в таком пионерском лагере где обитали детки королей я на сто процентов уверен для себя у меня просто доказательств пока не очень хватает но я и не стремлюсь к этому потому что это не мое дело но я уверен что владимир владимирович путин идет по царской линии я даже согласен с ним что он говорит он неоднократно это говорил во времена царствования дмитрия медведева у нас здесь он говорил неоднократно что он происходит по тверскому колену романовых от михаила тверского и были такие изыскания тот кто их не помнит они широко освещались то время можете поднять интернет наверняка что-то там осталось а я об этих изысканиях в тот момент зашиксировал все эти материалы своей книги битва за мировой престол где у меня путин вышел как раз одним из элементов вот этой императорской захватнической армии я уверен что путин принадлежит тому же колену елизаветы второй ближайшим ее родственникам которому досталась россия как императору так скажем на кормление был такой термин в царское время в императорское время и еще обращу ваше внимание когда путин только-только был назначен на должность президента естественно не выбран потому что какие у нас здесь выборы их никогда и не было таких реальных выборов я сколько раз участвовал в выборах видел все это изнутри я ни разу не видел реальных выборов я все время видел такое знаете партийно номенклатурное назначение любых людей которые были выгодны для власти главное чтобы туда не прошли нормальные люди и не вздумали вдруг обустраивать россию нормально нужно было так сделать чтобы были либо немцы например там грефы миллеры мюллеры геббельсы и тому подобное либо дурачки и идиоты которые не мешали бы по крайней мере немцам обворовывать нашу страну вздумайтесь только сбербанк сберегательный банк который строила вся россия весь советский союз все люди советского союза теперь принадлежит немцам и немцы в прошлом году сняли почти триллион прибыли с наших с вами денег пуская их в оборот и вводя в кабалу нас с вами в этот же сберегательный банк себе же немцам в кабалу я сегодня увидел смс-ку у себя 600 рублей у меня за что-то списали судебные приставы вы представляете никому ничего не должен нигде никаких судов не было никаких судебных производств не было открыто пришла смс опять списали за что спрашивается я пока еще не звонил я пока не знаю но факт остается фактом у нас сегодня эти немецкие императорские прихвостни ввели страну в такое состояние когда она богатейшая страна своих стариков и детей заставляет умирать с голоду этими нищенскими пенсиями нищенскими пособиями сами все эти депутаты президенты министры демонстрируют открыто свои колоссальные заработки невозможные заработки на этих хлебных бестолковых местах и президент везде всем раздает ужасающие ужасающие указания и никто его никто его не слушает все посылают его на три буквы и президент у нас сегодня как красная шапочка как дюймовочка даже лучше сказать как золушка он один знает что он король и император ходит так себе болтает по всяким собранием сегодня опять включает телевизор и опять на экране президент он вообще не сходит с первых каналов он круглые сутки говорит 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 и говорит если кто из вас понимает о чем я сейчас говорю я говорю о том что если человек все время на экране не 10-20 минут в день как я например это мне это все-таки доставляет определенные трудности это большая работа если человек часами в день на экране то возникает вопрос когда он работает государство наше государство требует огромных затрат рабочего времени и рабочих усилий все эти послушные в кавычках министры и исполнители которых он все время просит исполнить тот или иной его указ который никогда не исполняют его просьб всем этим надо руководить и любое предприятие а российская федерация как все вы знаете это коммерческое предприятие в том числе как и псевдо государства любое предприятие требует управления и вот здесь мы все время с вами наталкиваемся на ту пресловутую немецкую ногу нами пришли править немцы они правят нами уже несколько веков если официально верить истории если не официально верить в истории то вот они пришли только с этой самой революции и все у нас здесь покатилась старта рары и обеднел народ и в советское время была заложена бомба национального характера под нашу с вами страну ее вдруг разделили на национальной республики чего раньше никогда не было это была страна русского народа они страна многочисленных народов и после того как заложили и эти взрыво опасные вещи полежали немножко те же самые немцы через того же самого горбачева который живет теперь у них у немцы они взорвали нашу страну и раздербанки ее каждому мелкому псевдо народу как например те же казахи которые никогда не имели своей земли и которых до тридцатых годов не было даже в проекте нашей цивилизации вдруг стали самыми большими владельцами наших русских территорий и все это делается усилиями немецких врагов а немецкие враги они управляются той самой библией и оттуда пошел иудаизм естественно через афганистан потому что изобретен иудаизм был в афганистане а потом уже путями оттуда описанными в библии в вере своей книги и в такой летописи как сказание о словении руси вот уже они эти иудеи пришли туда в германию на остров рюген откуда пошел уже и рюрик и все остальные наши цари и вот первое время первое время оно было успешно а потом как перешли немцы на христианство и как придумали христианскую религию они государственное управление вот здесь и начались все проблемы и мира и россии если россию управлял со времен рюрика нормальным человеческими князьями и различного уровня управленцами то потом пришли те самые романовы которые были уже хрестоносители это христианское правление и они собирали и отбирали все достояние у русского народа в пользу так называемого иисуса приход романовых на нашу территорию это крестовый поход и великую отечественную войну они идя сюда они не скрывали этого тот самый гитлер он публично говорил что он идет на восток с крестовым походом к нам пришло христианство в результате крестового похода на эту тему вот то что я сейчас сказал у меня выходит новая книга в ней расписано все это более может быть стройно чем я сказал с большими фактами подтверждения и может быть не так эмоционально а сейчас я хочу подытожить свое выступление тем что напомнить вам что до 1918 года никаких романовых на территории россии не было то что говорят о каких-то александрах и еще каких-то там павлах и еще ком-то михаилов это все выдумки потому что фамилия романовы была дана всей этой группировки немцев только в 1918 году абсолютно таким же путем том же году в 1918 году получили свою фамилию те же самые романовы гагенцоверны на английский манер то есть они стали виндзерами и в тот же год в германии тоже произошла такая же революция в результате которой какие-то там цари якобы отреклись от своего престола получилось что получилось что весь этот род гагенцовернов переименовавшись 20 раз он осел в одной и той же точке в англии сбежались туда все так называемые двоюродные родные братья сестры и жены в разных территориях они были названы по-разному но являясь одним и тем же человеком сбежав со своих подконтрольных территорий где они были императорами еще раз говорю императорами они вернулись в англию и стали королями оставили себе только эти титулы а территории из которых они сбежали они пустили под нож под гражданские войны которые стали уничтожать безмерно расплодившиеся население на этих территориях и все было основано и замешано на вранье также как у нас они солгали что николай второй был у нас расстрелян якобы то иудеями то теперь уже усилиями таких деятелей как пчелов евгений оказалось что теперь уже чуть ли не сами русские всех здесь николаевцев уничтожили а на самом деле николай у нас имевший это имя у нас в православии он у себя в католицизме в англицизме имел имя георг пятый он спокойно уехал и продолжил править англии это примерно то же самое еще раз повторю что и нынешний гоша гагенцолер на который недавно справил свою свадьбу с ребекой но мы ее будем знать и называть викторией а если она в италию уедет там станет опять ребекой и вот эта вся мухлёжная игра которую ведут романовы со всем миром она всегда всему миру как игра с шельмов щеками с картежниками которые не умеют играть по правилам она всегда выходит нам боком поэтому я обращаюсь к сегодняшней нынешней государственной думе который пока еще не погрязнула все различные тяжкие моменты добывания своих законно нажитых незаконных средств я обращаюсь государственной думе ко всем депутатам и ко всем правоохранительным органам такой просьбы необходимо пока еще такие пчеловы и всевозможные пособники им не возбудили здесь социальную рознь в виде вины русского народа в убийстве несуществующем убийстве несуществующего царя я предлагаю возложить на романовых долг за то что они довели русский народ до обнищания разграбили страну и уничтожили здесь даже культуру русскую вот как сегодня видно у нас на российском телевидении нет ни немцев нет ни немцев только одни немцы либо германского либо ближневосточного происхождения поэтому романовы должны официально заплатить россии репарации за установление здесь крепостного режима и за то что они устроили здесь несколько раз последовательно человеческий и культурный геноцид